нам нужно руководство кто может принять просроченные продукты с вашего дикси знаете кто может принять просрочку наш прошлый штурм не прошел даром замок повесили просто вот именно к магазинам к делу продаж мы вообще я вам никакого отношения есть можете кому-нибудь из руководства позвать а кто может дикси пришли нам нужно руководство кто может принять просроченные продукты с вашего дикси не знаете кто может принять просрочку как так а кто может знать кто может принять просрочку может девушка примет у меня просрочку куда там звонить то дело производитель слушайте у нас просрочка из магазина хотели подать претензии да в магазине отказались регистрировать претензию по факту нарушения прав потребителя и сб отправил центральный офис вынуждена приходить к вам регистрировать претензии а в дикси оказывается адекватные люди работают а мы прошли раз не заметили а а так же адекватные вот знаете в гатчина управляющая магазина подковарила с бешника гатчинского соврать что мы купили якобы качественные товары подменили его на некачественные когда руководство разобрал всех нахрен уволили наш прошлый штурм не прошел даром замок повесили а вы нам должны отдать какие-то документы экземпляр да это да да копию сделать и отметку принять и просрочку принять а в смысле это ваше в смысле это дич дикси корм собачий тоже оттуда из дикси пиво тоже оттуда из дикси сейчас прошло охота крепкой жидкий хлеб а еще сухарями закусить от того что сухари они уже там светло светло попивайся с 20 08 сегодня так тоже без пяти сентября он даже не посмотрел что действительно что хоть бы посмотрел где приличие дикси прилича это понятно что это помойка я так продажам отношения не имею у меня вот эта просрочка я могу только поймите нюанс в чем на какой-то хрен ваша СБ дала руководителю магазина команду не принимать претензий но это не ко мне не знаю я могу только принять я объяснил вы руководство все равно будете передавать есть 59 федеральный закон о порядке обращения подождите я просто к отделу продаж отношения не имею вообще никакого нет просто вот именно к магазинам к отделу продаж мы вообще я вот никакого отношения не имею а есть кто-нибудь кто может разъяснить почему такой СБ принимает такое решение можете позвонить у нас есть секретарь именно отдела продаж 110 просто я вот продажа понимаете пиво просрочено 20 числа это я все понимаю но я вот к этому вообще никакого отношения не имею вот именно мой собачья кормят на месяц уже как просроченное я понимаю но просто я вот к этому даже не нас отдел занимается коммунальными платежами объясню смотрите нюанс если бы СБ не дала руководителю магазина такую команду руководитель принял мы же не требуем я вот регистрирую и ей пересылаю по почте вот руководителю магазина вот это у нее будет на почте объясню просто мы бы не беспокоили офис если бы в магазинах принимали любая уборщица обязана принять я понимаю я объясняю в чем моя функция я могу только зарегистрировать и отправить по почте руководителю магазина доложите начальству о самоуправстве со стороны вот просто мы будем к вам ходить мы можем просрочку покупать хоть каждый день и каждый пять дней можем сюда ходить просто у меня поймите что я отношения никакого к этому не имею лично ну вы компанией диксель понимаете здесь две стороны потребитель и представитель организации какие ваши внутри функции мы понятия не имеем но просто глупость вашего руководства СБ я им передам у них это будет все на электронной порции они обязаны отреагировать все вопросов нет через десять дней мы подадим исковое заявление в суд да и пойдем в суд вот ну просто чтобы нам не ездить с каждой претензией в офис они обязаны вам ответить у вас есть тут какие-то контакты вы здесь что-нибудь оставили телефон телефон есть ли да да ну вот они тогда с вами свяжутся но они обязаны в случае отреагировать почему СБ лезет в гражданские правовые отношения это не ко мне это вот совершенно не ко мне они вообще не занимаются офис явно будет не заинтересован тем чтобы мы с камерами ходили я это все понимаю у меня вот функции совершенно такие один раз уже и так опозорились на всю страну видите берещук видели ролик как мы сюда приходили нет очень весело после этого появился вот этот замочек возможно просто игры я могу только отправить руководителю вот это письмо у нее будет на электронной почте она вам должна отреагировать как-то ответить это досудебная претензия это не просто письмо через десять дней у нас право обращения в суд возникает мы в него выйдем вопрос в следующем почему СБ дает незаконные приказы это не ко мне я понятия не имею напишите докладную своему руководству а почему вы здесь снимаете потому что у нас есть камера потому что у нас было нарушено наши права поэтому мы и снимаем для суда что с домами претензии в организации именно просрочки которые в магазине какого отношения СБ же нарушено наши права гражданские права я не знаю я к этому отношению есть начальник СБ у них сейчас здесь в принципе возможно есть а у кого можно спросить 110 я уже вам говорила опять же 110 там СБ тоже занимается эти 110 там нет это девушка именно отдела секретарь отдела продаж я к продаже в отношении не имею начальство сейчас здесь есть СБ служба безопасная лысый такой пепел в прошлом я к него же волю не помню не подтвержденная информация потому что хотя бы вот почему зарегистрируйте тогда да почему они принимают такое решение попробуем охота платину 110 да я помню сейчас начальник СБ придет мы все принесли сейчас он придет мы с ним попахнем вот левая моя правая его мы сейчас там четнемся знакомство типа хеллоу здорово типа что бы на это что сейчас у них везде помойка нет сейчас он придет мы почелкаемся и разойдемся все нормально не будет ничего никаких проблем с как у них страны телефон взять а вообще капец чего такое а да я факелы поставил короче тут нужно прийти короче ты берешь просрочный а вон педигри достань еще пускай за это закусочный канистерец сила житкого хлеба она ковляет вот я просто не знаю куда это положить еще чем хуже тем лучше давайте ОМОН ФСБ всех пиво принесли просроченное в дикси в офис поставили поклоняться пиву просроченному и вас уволят бабушки за что он меня уволит за то что допустил пиво а зачем вы на него смотрите когда это я сказал ну вас же уволят что да ну нет просто я просто поставил вы просто принесли просрочку в вашу организацию которую продавали они балансируют все нормально причем в вашей компании просрочка не моей компании интересная реакция даже сотрудников как именно это реагирует так не может кому то заделать продаж не берут телефон попробовал позвониться просто если не сложно ну я могу конечно не берут звоним ну значит обед наверное сейчас по имени я вообще в другом корпусе нахожусь к делам продаж отношения не имеют так 31 входящий номер все понятно а службы СБУ у них есть номер телефона какой-то как внутри это было как называется стационарного нету вот просто ну с кого-то спросить надо за все я понимаю но я говорю вот к делам продаж я не имею никакого я понимаю я просто регистрирую лично у нас претензий нет спасибо что 59 фаза выполнили ну дозванивайтесь 110 не знают да мы можем пройти ну так чтобы СБшники пронабежали чтобы а да да мужчина мужчина дяденька билайн мужчина к нему не относится вообще ладно дедушка какой вы необщительный дяденька поехали еще раз скатаемся в отдел по охоте выпьем по пути я хоть не пью но но с вами бахнем да у нас к вам буквально пара вопросов тогда пойдем можно так идите задерживайтесь да не вопрос то в другом смотрите были в магазине на большом самсоневском да а вот причем в соседнем магазине была РГМ руководитель группы магазинов она дала команду без проблем приняли претензии на самсоневском 57 сказали что претензию принимать не будут это распоряжение СБ то есть почему СБ решает что можно нарушать 59 федеральный закон о порядке обращения граждан это первый раз это слышу если вы вот и рассказываем если у вас есть какие-то факты можете это изложить в письменном виде на портале претензию мы здесь подали претензию мы здесь подали мы вынуждены приезжать в офис для того чтобы подать претензию потому что магазин не принимает вы можете обращаться в полицию причем здесь в полиции и гражданское правовое отношение это разные вещи если у вас какую-то претензию не приняли по вообще сотрудники полиции принимать любые ну к сожалению практика показывает то что эти заявления никакой нормальной ну ответа никакого ничего не будет а просто местный СБшник местный СБшник тот который там на магазине на Самсоневском вот вынуждает ездить сюда и подавать претензии здесь мы понимаем что вам с нами не комфортно доставлен определенный дискомфорт вы разберетесь в Гринале объясню договорить сейчас можно договорить извините пожалуйста у меня к сожалению очень много времени запланирована очень важная встреча на которую я не могу опоздать если у вас есть претензии по работе сотрудников в том числе СБ вы можете это все изложить в письменном виде на портале вам сейчас высказали ситуацию мы сейчас уже решили свою необходимую претензию у нас приняло вот просто чтобы нам сюда повторно не приезжать да вот если опять откажутся где-то проведите работу это же ваши подчиненные я разберусь в данном ситуации мы же не требовали удовлетворения этой претензии мы просто подали я вам говорю я разберусь мне допустим пришлось ввести сюда просроченные продукты вот эти вот для собак просроченные продукты по качеству вы точно так же можете обратиться к сотрудникам полиции сотрудники полиции не приливают тогда заявку поступки наложить таки же вам отказались принять досудебную претензию если сотрудники магазина не понимают просроченный товар вы имеете право обратиться по данному факту в полицию а мы можем подать претензию а для того чтобы подать в суд нам нужно пройти порядок досудебного уроку значит сквозь заявление не пройдет материал в полиции по которому вы можете точно так же воспользоваться не путаю административный код не путаю не путаю не путаю но вот СБшники допустим не имеют права в гражданские права отношения еще раз я сказал по данному вопросу я приму решение посмотрю и сперусь главное чтобы вы приняли это решение чтобы больше не нарушали мои права если вы считаете что нарушили ваши права я еще раз говорю вы можете обратиться к сотруднику полиции по факту просрочки но если вы гражданам не верите что вы нарушили то я не знаю что можно вообще в принципе я еще раз сказал я никому не верю ни гражданам я сейчас сначала проведу проверку а потом я проведу проверку я вам объясню я проведу проверку покупатели вашей компании это все они вам приносят зарплату вы получаете с нас зарплату что здесь хотите сейчас претензию мы подали все отлично я разберусь проведу проверку проведите работу сами с Б а вот для того чтобы понять почему так происходит ну просто чтобы нам сюда не ездить это не так сложно но просто это первое время и отнимает ваши нервы оно вам надо у меня работа ну понятное дело ну я не думаю что вы рады нас видеть да мне я любых рад почему не рады ну мы рады самок повесили да ладно рады ну я не думаю что вы рады прям вот так почему не рады нет но просто заявляют вы помогаете нам выявлять факты того же самого просроченных продуктов в магазине мы тоже заинтересованы чтобы их там не было так вот но надо идти по руку а вчера на большом Сапсоневском у нас отказались понимать судебные счеты из больших сторон не принимают нет отправляйте официально на адрес все компании у меня есть права понять ее подать ее есть горячая линия кстати у меня есть права подать ее в магазине понимать как раздавите ну просто иногда опять же то есть ну это а какой то СБшник который даже ну просто магазин СБшник он понимает такое решение у вас есть основания для подачи претензии для обращения не приняли претензию что это и дело нам пришлось официально через сайт приехали сюда и подали здесь да вы можете подать по почте можете подать на сайт нет а у нас есть право физически подать претензию да ну так вы реализовываете свое право короче а как вы считаете вот с 16 007 мы покупаем в кармане иногда их откроем я полностью с вами согласен я абсолютно согласен что просроченному товару в магазинах не место это я для собаки я еще раз скажу я же не оспариваю то что это не должно я говорю что это не должно быть абсолютно правильно вот пью видите там стоит 20 числа просрочено между прочим светлое пастеризованное это я к тому что вот еще раз говорю мы покупаем вот карма и вот представьте если вот в приют такой отвезем я же не спорю с вами что это это плохо это очень плохо вот и мы просто вот хотели разобраться в данной ситуации чтобы в принципе таких вот казусов не встречалось хотелось бы если с вами видеться как покупатели посетители компании в какой-то более другой менее разряженной обстановке чем вот просрочный педигри скандалить мне ругаться с чего находить воля конструктивной идеологии мы хотим найти вот как раз вот эти вот пути чтобы минимизировать такие вот конфликтные ситуации касаемо реализации просроченного питания даже не для детей а даже для собак вот слава богу что мы не нашли детского питания в этом магазине на Samsung нашли вот это а в другом нашли какой там причем штук 40 детских позиций детского питания причем нашли за сутки приходил в магазин нашел там детское питание 6 штук 7 снял в день пришел 4 часа дня и все это стояло продавалось а руководство магазина было просто чихать и целую телегу подать заявление в полицию в полицию кстати по поводу детского питания то есть я вам гарантирую что отреагируют на ваши претензии отреагируют очень жестко ну мы мы фотографируем целую телегу так и детского все претензии нерадивому руководителю магазину сначала тоже отказались только когда ргм приехал только претензии можно на сайте еще то что на большом самсоне сосиски подавали с плесенью так прикиньте да две упаковки таких и они причем лежали в первую очередь и сотрудники говорят что они их просто не видели ну я зашел за пять минут нашел а они их не видели целый день ну как так сейчас что еще в том ты делаешь ну а откуда ну спрашивается ну как можно ну почему не принять я понимаю когда тупые спешники пятерочки это может обозначить святолочный что понимаете нарушается вообще в принципе гражданские права какой то я не знаю там СБ магазин или да курировать принимать решения на судебные что он такой без запасных он без запасных он не имеет корпоративно не имеет вообще никакого отношения к гражданским правовым отношениям не имеет сейчас у вас есть право подать претензию вот он нам нам вчера заместитель управляющего сказал что нам отказано принимать СБ сказал но мы приехали сюда привезли на судебную претензию надеюсь вот он говорит запишите что ну разберутся с тем что нарушает 59 КЗ политические обращения граждан решили привести сюда до судебной претензии перевести подсказку с власти слайд слышал информацию что в перекрестке теперь более качественные продукты будут ага мечтайте хотя бы как раз выиграть и с и новое руководство сейчас поменялось до свидания всего до свидания это а пороченский разогрались в итоге да курсы молодцы посмотрели камеры управляющая РГМ обманул это все высшестоящая вертикаль и СБ местный обманул они же утверждали что купили товары качественные и подменили нам такие же некачественные она никак не могла поверить что у нее телега по раскачкам и всю высшестоящую вертикаль я все обманул управляющий магазин на Рощинской 20 а давайте дружить конечно дружить кира плюс дикси равно любой кира плюс дикси равно любой дружить 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 до дружить до дружи дружи до дружи Продолжение следует...